приветствую всех на канале эльфика play у меня если что поменялось название канала и сегодня у нас новый проект черная вдова вы видите перед собой девушку это сара брук она у нас будет главной героиней что касается и предыстории так это то что она была замужем она молодой персонаж была один раз замужем она очень сильно любила этого человека дорожила им они были недостаточно такие промыш состоятельные то есть чуть ниже среднего у них был доход но она все равно очень любила этого человека не были снимал прям со школьной парты и ей казалось то что этот человек тоже не очень сильный любит но как оказалось не совсем в один момент он позволил себе поднять на нее руку он также и и оскорблял унижал при других и это но она это все терпела потому что естественно любила но однажды ей это все надоело она ему все начала высказывать а он сказал ну что если ты уйдешь то я там тебя убью еще что-то такие вот у нас криминальные истории вот и получается она все-таки сказала то что нет я так больше не могу я все-таки хочу уйти пока что она собирала вещи и ее муж был на работе он тоже был довольно таки молодой чуть старше неё там не знаю пару лет вот и получается не с ним учились также в одной школе просто в разных классах она всегда там обращала на него внимание и он тоже как ты к ней там подходил что ты это то есть у них были отношения нормально но потом что-то пошло не так и и его мужа звали крис получается и как раз таки пока он был в ночную смену на работе он получается ничего такого не ожидал он думал то что она пошутила то что она никогда этого не ведет но тут наша сара начала собирать вещи и как бы понимая то что все скорее всего это ни к чему хорошему приведет но потом она получается с утра уже где-то начинает выезжать и приезжает крис он там ей говорит уж ты извини меня пожалуйста я так больше не буду я тебя люблю все такое но и нам конечно же поверила у нее были такие вот небольшие сомнения но она его все-таки очень сильно любила поэтому она ему поверила далее жизнь вроде как наладилось у них было все нормально то есть никто никого не трогал все было как обычно у обычных семейных пар вот но однажды они поехали на вечеринку другу сара заметила что криса давно что-то не видно она решила пойти посмотреть по дому где же он находится и к сожалению застала такую картину что крис ей изменяет с какой-то девушкой и и это конечно же очень все потрясло она не ожидала такого предательства но потом они вроде как спокойно она спокойно отправилась домой там конечно же ей было очень плохо она плакала рыдала и приезжает крис через некоторое время приезжает крис сара его как бы видит она не хочет с ним общаться но он сам к ней подошел у них там началась перепалку он говорит то что делает все что хочет то что ты что ты для меня там не знаю не авторитет я не буду что-то делать только из-за тебя и вообще-то не нужна ты мне надоело ну и стара получается тоже начинать все высказывать его это очень сильно злит и он опять поднимает на ее руку сарик сожалению пришлось самозащищаться не случился несчастный случай вот и как вы понимаете крис у нас к сожалению или к счастью погибает это уже вам решать дальше в жизни сары все пошло не так она была очень зла на всех мужчин она понимала что наверное все такие потому что ну как бы у нее надежда пропала на хороших там мужчин вот это все и она поняла что больше так жить не будет поэтому тут у нас создается проект черная вдова он будет заключаться в том что вообще сейчас я вам зачитаю правила этого проекта у нас тут написано то что нужно создать взрослого женского персонажа но я решила молодую так у нас девушка молодая все такое которая стремится к романтике она у нас стремится то есть она была довольно таки романтичной особой но к сожалению я немножко испортили там нужно найти получается вторую свою половинку пожениться и выйти замуж за него и получается нужно сделать так чтобы этот муж погиб но суть будет заключаться в том что наша дамочка будет теперь больше на финансовые взгляды вот эти вот всякие обращать внимание то есть она будет брать какую какие-то деньги а может быть и все у этих людей симов и получается за счет них будет наживать свое состояние не знаю насколько это хорошо или плохо как бы после всего что с ней случилось но мы представим что это нормально как бы то что она будет делать вот и получается здесь написано то что нужно будет 10 надгробий и урн с прахом наших погибших мужей но я не знаю будем ли мы это выполнять в основном я конечно же хотела чтобы у нее были мужья и где-то может быть 100 тысяч семиллион там 200 может быть миллион набрать от этих мужей получается вот поэтому тут еще какие-то баллы есть я не знаю пока что будем мы это делать но суть проекта я думаю как бы ясна и самое главное чтобы как бы будет такое что она также может изменять например с какими-нибудь другими мужчинами во время того как она замужем находится то есть у нее просто потерялись все вот эти вот моральные нравственные принципы которые были раньше вот поэтому будем смотреть может быть конечно же она найдет какого-нибудь мужчину который будет не очень хорошо относиться и она как бы поймет то что нет все пора это все прекращать и нужно естественно свою семью вот видите у нее там романтик практичная то есть она у нас пока что будет вот такой вот концентричная так что сейчас мы кстати еще будем строить ее домик небольшой будь такой немножко бедненький то есть мы будем его восстанавливать за счет наших мужей домик luxветвести 영етки Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 хотя бы ведерко то здесь у нас романтик можно посидеть там с нашим ухажером здесь у нас я решил добавить такой вот прутик пускай будет так сказать оживлять наш мест и здесь садик также мы можем зарабатывать деньги садика то есть в этом проблем не будет здесь у нас ванная комната она же а вот стиральная машинка что это я все я добавила и здесь также веники разные там убраться еще что-то сделать поднимаемся так так поднимаемся на второй этаж здесь у нас две комнаты всего лишь это у нас тоже так можно посидеть почитать книжки и сейчас мы пойдем куда мы идем ванна ванная комната здесь у нас душ стоит принципе ванная комната мне кстати очень понравилась такая ничего такое можно в принципе оставить и здесь наша спальня спальне решила делать таких красно-розовых тонах чтобы у нас все ой чтобы он ой короче чтобы у нас было все такого красинького сердечки здесь я делал такую супровизированную так сказать полки над кровать там нас гардероб большой где можно будет с нами знаете что сделать и там теркало у нас тоже здесь у нас прекрасный вид с балкона на балкон кстати я забыла что-либо добавить но ничего думаю и так сойдет так что в целом у нас получилось всего такой вот домик я думаю нам хватит на первое время то есть мы его еще будем переустанавливать переделывать разные ремонт и то есть нас вот наш сарочка красавица задумывает задумывает план вот поэтому я думаю в принципе у нас будет потом прям хоромы такие так чтобы такая вот серия нас вышла если вам нравится такая идея ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте что у меня изменилось название канала все жду вас в новой серии всем пока-пока так так Субтитры сделал DimaTorzok